Теперь я вижу, что даже несчастье имеет хорошую сторону. Несчастье открывает тебе глаза, и жизнь предстаёт перед человеком такой, какая она есть. Всем здорова, народ! Это новая спонтанная серия на моём канале Street Feet Days. В общем, пришёл Андрюх и мотор на Альтезу. Наконец-то это свершилось, что снег весь расставил почти. В срочном порядке запустить какой-то невасик. Посмотреть, что у него с колёсами совсем подряд, с жидкостями. И, блин, хомуха! И погнать! Там ещё прицепля, прицепля. И погнать в соседний город, в транспортную. Через 2,5 часа она закрывается. Не знаю, надеюсь, мы успеем. Лёд начал же подтаивать уже на переправе. Ну, вроде как ещё народ пока ездит. Кухонная холодная. А? Чё, блядь? Надо было топливо покачать, и всё чётко. Ну-ка, сцепо пускай. Всё, пусть греется. У нас, вот видите, чё у нас на переправе творится. Уже всё, всё тает, пиздец. Вон, блядь, горы. О, блядь! Хорошо, что они на Невасе. Так? Да, Андрюша, куда едем мы с тобой? С таким вредным. Чё у тебя случилось сегодня? Расскажи. С древесом. Расскажи, чё случилось сегодня у тебя. Чё не случилось? Чё истерил-то только что? Я хотел покурить и кофе попить. А у тебя чё было? Без чё. У него не было кофе, и кончился айкес. И он чековал. Истеричка. Пошёл купил слегалет, не было зажигалки. Весело, пиздец. Начинается от этого вот всё. Ну, хорошо, что нам осталось только один раз лезть. Попыт на ноги и всё. А там лёд всё равно под водой. Не боишься? Надо отстёгиваться, по идее. А, похуй. Как хорошо, что нам не бить, так похеру на всё. Поворачивай. Плано на всё, неудобно снимать, короче. Я погнал. Да показывай, заебал. Чё это такое? Переходнички. Как, подожди, стой. Какие переходнички? Куда? Куда ты будешь вкручивать, а? Любишь вкручивать? Пиздец, блядь. Ну, люди же смотрят. Ну, ты же не будешь это туда, блядь. Ты так думаешь? Ты думаешь, я не буду? А? Ты вообще не буду? Нет, ответь, да или нет? Ты думаешь, я не буду? Думаю, нет. А? Он думает, нет. Наивный мальчик. Дядя Андрюша, 30 годиков. Блядь. Я думал, ты со мной просто разговариваешь, блядь. Ничего скажешь-то? Ничего я не скажу, блядь. Ты раз, мотор? Нет. Ты загонишь свое ведро, а то холодно. Такое ведро? Красное, бордовое. Не знаю, какое оно у тебя. Что это, 3S или 4S? УЕС. Что ты тут делаешь? Ух ты, хибрид? Твоя? Моя. Моя. Сука. Ты кто? Опять вот здесь. Давай, выезжай. Убери свою корыту, убери свою. Саня, убери мою корыту. Твою корыту. Сам выгоняй, не хочу его гонять. Я не умею на него ездить. Че? У меня не было ни одной милой. Короче, загрузили мы тут. Запусти, тебя вы двигатель. Какой из трех? Какой? Какой из трех запустил. А что, не работает у него? Двигатель запусти. У него хибрид, ему можно. Да сейчас запущу, блядь. Всем привет, народ. Итак, на часах уже 26 апреля. На Салехарде, на удивление, все растаяло. Только еще кучки снега остались. Обычно в это время у нас снега просто, просто, просто очень много. У нас обычно тут все еще во льду. Короче, у меня все растаяло здесь. У меня обычно уровень снега от гаража идет, и вот так вот вровень уходит. То есть он чуть-чуть вниз так сходит. Ну, где-то досюда. Вот так он еще идет. И все, здесь он уже все пошел в один уровень. Сейчас разговор не об том, а об всем. И так, как вы все очень хорошо помните, у Андрюхи стуканул мотор. И после этого, точнее, даже не стуканул, он клинанул. И, как вы все помните, в предыдущих кадрах, это было, не помню, недели, наверное, полторы-двенадцатые. Я уже не помню. Мы ездили за мотором. Забирали мотор. Все, переправа закрыта. Собственно, вот этот моторчик. Потихоньку мы его обслуживаем. То есть там сальники, прокладки, там, ну все такое, по мелочи, в общем, все делаем. Что хотелось бы сказать. Там машина, кстати, вот эти валы поснимать умные-заумные. Тут же, тут же, там моторчики долги, витя и все дела. Ну, надо будет снять их, сальники там поменять. Ладно, не суть. Короче, этот мотор контракт, но он пойдет к нему в Альтезу. Его мотор, который останется у меня, я так думал, нахер мне этот 3S. Ну, типа, неохота было, заморачиваться. И тут я вспомнил, когда я пригнал тачку год назад, ну, почти год назад, в июне, в июле, ко мне, короче, один парниша приезжал на Лексусе. У него, в общем, была до этого Toyota Ville и была Caldino. Вот. Как мы все знаем, на Caldino ставились турбовые моторы, именно 3S. Вот. Так что он такой спрашивает, тебе вот нужен мой вот этот 3S GTE? Я говорю, живой? Ну, нет, говорит, у него, типа, это, перейдув поймал. Я говорю, да нахер он не нужен? Я, типа, на GZ хочу, там, или UZ. Ну, ладно. И, типа, он у него лежит уже пару лет, я не помню, или год, может, я не знаю. Вот, он где-то лежит у него в гараже, и ему, в принципе, не нужен. Собственно, поболтав с ним и взвесив то, что у меня будет еще один мотор, атмосфера, возможно, что там что-то подойдет, но маловероятно, я решил, короче, забрать это все. И вот у меня мотор, собственно. Ну, вот он весь, такой красавчик. В принципе, колено я посмотрел, очень даже в нормальном состоянии. То есть он бугеля даже не снимал. Эти бугеля вкладыши не провернуло. У него произошло кое-что другое. Вот оно все чудо. Все, что я пока нарыл, но там еще и валов не хватает, что-то еще, короче, много чего. Вот, вот у нас заветная вот эта вот штучка, дрючка маленькая. Вот, как заявляют, на механике 280 примерно будет. Ну, дай бог. Вот, это интеркулер штатный, хрен знает, нужен он мне или нет, посмотрим. И все ради вот этой заветной буквы. Да, по-моему, нормально все. Ничего необычного. Все хорошо с ним. Он просто отдыхает. Короче, поймал он передув и погнул шатун. Коса подкапотная, вот она вся. Только мозгов нету, надо мозги покупать. Наверное, автоматные придется брать, на механике херны. Тут даже какая разница, можно перемкнуть там контакты, да и обмануть ее, и все, блядь. И механику вкинуть. Мне еще механику надо вкорячить, а это еще скидкомплект стоковый чисто на стоковом сцеплении, где-то на рублей 35 минимум без доставки. Так что не переключайтесь, будем потихоньку все это собирать в дальнейшем. Так что надеюсь быть проекту Альтеза на 3S-GTE от Калдины. Ну, посмотрим. Так что вот турбо, 3S-GTE, все дела, все. Это приветствие такое? Да ребят, телезрителей, подписчиков. Ну да, да, рассказывай. Короче, это вредная рожа вот эта 30-летняя. Что расскажешь-то? Гонка, пушка, турбо. Вот он, боевой мотор, вот видите, весь в масле, правда. Вот тут. Что-то его тут подобсекало все. Скорее всего, что-то там давануло. Какой-нибудь сальничек, либо хрен знает. Ладно, не суть. Это не так важно уже. А зеленый значит гоночный, правильно? А что цвета-то разные оттенки? Тут такой, тут такой, тут такой. Ты попробуй такой цвет, найди. Ты дальтоник, да, я так понимаю? Найди его вообще. Так а нахер ты его ставь, синий ставь и все. Мне нравится, нахуй не синий. А, во, вот это гонка. Скажи, еще поменять хочешь? А, нету такого зеленого. Все, выделкили, еле, еле. В корову. Так, все, лекарские реалии. Жопа, блядь, полная. Что, погнали? Андрюша, а как у тебя там дела? Нормально, ты смотри, в повороте, блядь, трус росло. Ага, похуй. Ты притормажешь хоть чуть-чуть? Я притормаживаю, блядь, это уже так, его нет у нас почти, блядь. Вот. Натянулся? Нет, он опять ослаб. Фидорас, блядь. Аккуратит, в ебу, ебать, блядь. Да, да, вот, в левую ее бери. Кросс вообще ослаб. Вижу, вижу, я сейчас... Аккуратно, 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 вот. Как дела, Андрюша? А, ты не видишь? Я вон тебя снимаю. Че там показываешь, блядь? А? Показывал в баке, блядь. Довольно и розово. Ты же там, выставили, блядь. А, да, точно, все, слежу. Все, не, извлекайся, блядь, буксируем. Все, короче, загнали корыто. Я не выйду, пока ты, блядь... Пока ты, блядь, не извинишься передо мной. Ни хуя. Ни хуя. А че ты там прячешься? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Все, короче. Пока Андрюша дома отдыхал, Паша все разобрал, да? Паша все наебнул. Да. Пиздец, блядь. Такой пиздец был. Ну я это вырежу, не уходите. Слава. Град своему говну. На самом деле я варварски суда выдергивался. Балом долго с ним. Блядь, бардак на велну тут. Повстречи. Нет, ты не это сказал, повстречи сказал. Ты че сделаешь? А вот это уже угроза. Я это могу... Ай, блядь. А это уже нападение, блядь. давай быстрее быстрее а то ты уже не можете у тебя в голове только одно моя прелесть быстрее закручивать но всегда не сука быстрее черепаха у меня штатив за такой был есть у меня не хочу все жалуются с головы заебал один ракурс и все я меняю никому не нравится такие моменты с головы и бачу нас и фануты идиоты блять ты сам сказал снять ты меня заебал один с ними от какой группы я какая группа я знаю инструмент в аренду мы сейчас с камерой садим за рекламу мне не платили поэтому да мне тоже не платили по-человечески попросили я вот сюда говорю мэмбеда не на мэти и пустую вот нахуя вот ты вот это придумал масло вот если мне твое масло да вот скажи телезрителям блять вот если бы не твое масло а вот если бы не твое масло мы бы спокойно сейчас не без без запары вытащили так как ты хотел сохранить масло в коробке в итоге полу половина масла из коробки на полу блять потому что эта коробка блядская цеплялась за все что можем он там пока мы пытались вытащить блять короче фишка в том что тускло старикаж течет блять масло не хотел сливать но подушкам то пизда да это потом покажу попозже не короче на было мотор вытащить таком положении как ты вытащил ну по домкрат или вытянули блять домкрат один раз завернулся упал второй раз мы домкрат в одну сторону по ребятку другую короче ловили крен пока все это вытянули до сюда ну да подрамника то на подрамнике еще поднимали короче долго рассказывать суть в том что тут проебалась много масла ну как много не за ну литр полтора проебалась и это надо короче остатки слить сколько сколько есть чтобы в следующий раз вам сувать коробку блять чтобы просто засунуть и не париться как 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 надо открутил я эти подушки мультуса пиздец как чтобы открутить продолжение там по прикисали болты блять открутил эти вот эти болты короче подкручивал с подрамника снизу чего вы думаете поднимаем мотор мне две подушки просто здрасте блять одна и вторая блять нахуй я их открутилась и без нас зато андрюха говорит что они не вибрировали вообще вибрации ну вот блять я я хочу не знаю свою машину и не почувствовал вот это ты не туда прикрутил то надо ко мне прикрутить задницу а чё ты я жалко 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 колпачок ну тогда ладно дай мне вот эту крышечку заебал да блин по наделать трд всяких масло так следующий день чё у нас а короче вскрываем потихоньку расчехляем в общем андрюха вытащил первого цилиндра свечку ну-ка последний вот но я чувствую там вот даже так чувствую там все потому что свете сюда но она не видно но там короче поршнее уже там уже трещина идет ну короче только в первом на там все позадирала там все тотал по-любому ну чё короче вскрываемся сейчас нашел ключик в магазине быстренько раз раз болтики по скидываю короче все посмотрим что что он произошел с этим мотором что он Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok тут андрюша копается поисках склад клада точнее это что правильно болт на этот на бублик короче 1 болта гидротрансформатор собственно все все обслужили все собрали наконец-то спустя неделю или сколько мы там взяли эти запчасти все осталось косу такой мелочи всякие поправить да и все андрюша де мотор короче проблемка опять колокол на этот на гурлы на рейку коробку ты преподавая ближе колоколу а все мотор на базе научились подушки это масло сколько вытекло на субаре сколько ебались сували все осталось все подвязать траверсы не траверс на все подвязать подключать еще это ты натер тут это что-то за говно дядя андрюша фильтре кемога турки да а теперь твой ебучий распорки пытаемся поставить сраный так то все снизу все собрали андрюша никуя не умеет паша собрал за него все розыта черная потому что кто собирает это вот это вот это как же легнется все пиздец и хули его гнешь так она была погнута его и обратно мрачок ожидает скорейших работ короче даже под собрали подкидали все гонка пушка почти готова с вас распорки ху йорки нам еще одну распорку принят везде распорки даже задница поход короче ждем масло когда придет масло пока не пришло на принципе все там запуска стоит осталось под накидать пуск такое распорки до городе вы все уже мой потихая марка уже начинаю колбасить нравится пушка jet пушка марк игрушка да круче тут метки по ходу туда тут метками метки своими пальчиками метками метки подокрутил все исправлять мы думаем что он не запускается блин конечно не вот черточка метка совпало дальше метка где раз-два метка где раз-два-три нихера не совпадают то оставил сейчас это все сняли разобрались чувствую обратно вставить потом трамблер чико строим должен будет прибыть работоспособны там делаешь подписчик ником скажите делать хим чищу задачка не следят все происходит в редукторе не масло а гудрон просто пиздец в теории говорят что должна быть блокировка то вы иначе то я сомневаюсь что в этом марке в лотовой все посмотрим я по крайней мере пять часов примерно в ее в ее волосы и приводами один то точно я открутил но я вы не смог выбить с кулака от этого пидора я выбил с кулака но здесь два болта вот один слизался пидору второй слезался лишь все граники я знаю что не слизывается обычно лучше так вытаскивать у 90 к такая подвеска дебильная что проще и снять нежели снять отсюда ну короче такая си история момент истины я еще не открывал только отбил крышку смотрим давайте вы первые чё там видишь нахуй столько дрочился для того чтобы увидеть всю эту парашу сука обычно деф открыты пиздору ту вей хуей блять здесь какой тувы я ебал что за тувы обычный редуктор не был ебал обычный редуктор что вот короче всем здорова народ не знаю какой этот день уже все подряд снимаю по чуть-чуть понемногу в общем что хотел сказать когда стоит ждет а кстати пальто из чего она ждет обновил сфор такие вот дела у меня случились и случилось это короче так лапаны ведь я и кто не знает 0 ли кто не знает вот этого хрень должна быть вот здесь вы понимали она как бы находится вот здесь и она вырублена как бы чтобы вы понимали под корень то чтобы этом спаять но это невозможно более там стать резисторы я уже погуглил посмотрел как люди пытались развальцовывали и понять там резистора стоит что еще короче напаяешь там есть вероятность того что напряжение будет другое не будет срабатывать как положено клапан витяй короче ну как я его на ебнул а на ебнул и я как оказывается думал кто другой конечно ну на ебнул да короче мы просто не доглядели собственно тот момент когда мы поднимали мотор я запил его крюками сейчас покажу примерно где это было вот один крюк был здесь вот так шел кто-то сел так петля шла и вот так вот этот раз он шел ок как выхлопу . сюда то есть ну вот так шел то есть вот так у цеплялся и вот так шел грубо говоря так нации люди шпильку типа грубо говоря вот так он шел и он был как-то вот так висел и когда поднимал мотор он же жопой вниз шел и взять вот так трос поднялся и уведать лезть где клапаны ветер чалу не дать его зацепил то есть подробно это вот на клапан так она стоит вот так я трос дать поднимал так вот и он здесь зацепился походу как-то за нее для кисло малые потому что я смотрел видео пересматривал там когда я только папа только подцепил трос не поднимаю мотор он целый когда только уже мотору заслабали когда я засунул под капот смотрю он уже сломано висит ну как бы вот так вот оказалось только нашли мы это спустя наверное пару дней поскольку мы засунули пока мы все обвязывали пока короче клапан другой заказали собственным альтеза ждет клапан масло и там еще по капоту нужно есть вопросы по подрегулировать другие петли возможно замка поставить то есть короче мелочи а ну еще у альтеза еще редукторе надо вот эти вот поменять сальники и сальник хвостовика то есть три сальника на поменять вот это не ее редуктор это от марка вот и отрегулировать колодки ручника и все такое круче на говорю такое мелочь представляю ваше внимание селику собственно у одной мадам тут произошло не какого рода чип и короче ну короче патрубок на антифриз который с головы выходит он короче уже так сказать дриснул для того что он старый и все такое в общем он уже начинает сам все лопаться нужно его как бы пока идет оригинальный патрубок вообще с эмиратов что вы понимали просто из-за до хера походу денег я не знаю вот идет оригинальный патрубок этот что-то не вывозит ну надо еще хотя бы чтобы он две недели поездил поэтому я наверное думаю что я съезжу наверно в магазин подберу чем подобное натянул туда затянул хомутами не стандартными которые зажимаются а просто хомутами затянувшим он просто держала не срывалась пусть ездит пока как только придет там уже поменяем нормально короче надо снять патрубок заменить его надо прокачивать систему антифриз и такое ну все собственно вчера просто я ли разговаривали тут антифриз под машины типа хапот открыли даже тут видно вот это жабра сейчас через нее пленула то есть настолько сквертанула там конкретно так здесь я покажу короче а так селика ничего такая прикольная оптика кстати кастомная чисто перед зад чего не есть видите там белочка или чё там в линзе с линзованная оптика плюс вот эти во всякие вот штучки дрючки если не если не забуду то поставлю вам с инстаграма видос как она там все красиво типа переливается и паучий глаз на дальний свет и так понимаю ну светит она конечно круто неплохо мне ну во всяком случае я видел со стороны ночью это прикольно смотрится внутри такие полу ковши прикольные ну я еще покажу так чисто краткий облет скажем так сзади тоже оптика кастомная то есть она вот так светится галочка и это тормозить такие прикольные эти крестики или что это треугольнички и тип поворотник бегающий ну прикольно а всем всем давно известно что их же есть много контор который идет кукат кастомную оптику прикольно вот он капуто шкарпнулся не так ярко видно увидеть плюну все бампер очень прикольный агрессивный такой ладно короче приступаем работать по моему ничего не поменялось скажете вы но нет это следующий день и я уже починил все и сделал подробок поменял я же них рена не показал в общем сейчас все вам покажу роти поставил такой силиконовый под такой силиконовый патрубок то есть который с пружиной сразу идет его просто по-своему там загнул пока так сказать временное решение ты может быть постоянно нет ничего более постоянного чем временное как говорится вот собственно вроде бы все вроде ничего не течет я не вижу сейчас потрогаю еще пощупаю так целом все готово машины работает все все расскажешь ты делаешь замки выпиливаю отверстия на грешке не очи были пиздаты любишь алик это тоже алик блин только то был дерьмовый китай все расскажешь то по ситуации что случилось чертежа не валит боком масло не масло нет клапана нет какой клапан который ты сломал саны короче андрюха уже свалил в общем на сегодня он уже поставил замки все вроде ничего так изначально он хотел конечно статьи как-то по-дебильному как по мне хотел так прямо и кстати чтобы не вот так вот стояли прямо и где-то колхоз у тебя не досок алхоз то некрасиво ну таки мы под вымерили ну точнее андрюха вымерил ему так посоветовал все вот так вот сделал все в принципе красиво сейчас стало ну ты берут прикольно смотрится нажал классно осталось только их закрепить на пластину алюминиевую другой стороны вырезать чтобы поставить ну чтобы хорошо обжимала не все и болтики насквозь потай все готово также вроде работают раз отрегулировал капот не отрегулирован про просто примерочный все же ну чё народ как говорится недолго песенка играл собственно не суждено было состояться проекта 3s gta в альтезе потому что что-то шибко передумал пообщался с людьми которые уже этим занимались расскажу почему вообще вкратце чтобы долго не разгольствовать во первых это впуск во вторых это выпуск как минимум две такие проблемы вкус потому что он высокий выпуск потому что он широкий то есть он упирается в лонжерон это все нужно коллектора переваривать но это не такая большая принципе проблема все равно короче потом в итоге накид некоторые говорят то что в принципе 280 ну типа если турбина живая там типа 280 на стойке она поедет но это такое около типа вроде как поедет но нет того прихода как говорят ну как у джейли там даже у того живу зато хотя там ну конечно тяга другая совсем момент другой ну логично все равно говорят что типа ну не то типа ему расколочевывать давать пизеле типа ну не тот не то пальто вообще не так он круто едет как хотелось бы хотели 280 сил как бы этот четыре цилиндра 2 литра и как бы сами понимаете никуда так не поед короче у меня есть кое-какие идеи но пока я не буду вам об этом рассказывать пусть так сказать останется тайной но надеюсь до конца этого года я осуществлю задуманную а там уже как пойдет я вам покажу если все удачно сложится я вам покажу надеюсь вам это понравится плечу бы нет даже и наверное удивитесь кто-то точно удивится а может это скажет ну и дурак ну собственно просто вы знаете потому сейчас с ценами проблему сейчас они растут как он дрожжах на эти моторы все это речает потихоньку и как бы сожалению родились мы такое время и выросли мы в такое время когда начали заниматься этими машинами когда они стали уже к сожалению вымирать наша страна стала зажимать все закручивать гайки и все такое очень сильно стали страдать любители gtm а крайней мере бмв шнете кайфует потому что у них как бы говна этого много еще вот не в обиду бмв шнекам 3sg и ничего такого не буду строить вот джейс это тоже не буду строить уже это я тоже скорее всего не буду строить дальше уже думайте сами если вам интересно что же возможно там в планах у меня ладно не буду говорить в общем поменяем тему не забыл не сказал самое главное короче этот мотор собирается и вопрос под скидал под собрал немного поршняк к сожалению за пузырь но ничего страшного не все равно все равно на вытаскивать поэтому как бы я их так отдельно в коробку сложу аккуратно короче мотора будет отправляться в улану д на удивление я думал что он до этого давала но его как видите там маловато либо очень дорого чувак хочет вальтеза все собирать этот мотор не знаю по крайней мере хотел не знаю как сейчас но вроде как мы договорились обменяться обменяться на мкпп g160 отрез на помощь весь хит комплекта с не просто кпп весь кит комплект еще полностью даже обе педали цилиндры сцепления ну все короче то есть меня же автомат чтобы полосу swap kit комплект весь полностью прода коробка бы уж на уже конечно контракт на все как-то подкинули сцепление что там сгорел он решил с контракт на здесь сцепление и типа это затем сцепленного то что сразу коробку закину его коробка вроде как живая но это ладно это пол беды мне главное чтобы было дальше продвижение пошита коробка возможно дальше там мне понадобится и срочется опять я начну этот разговор за то что за будущее что я там надумал поэтому не не буду об этом говорить в общем собственно буду меняться на коробку на полный кит комплект буду менять вот так сказать все вот этот барахло надеюсь чувак будет доволен потому что не замечу мне досталось то я отдаю даже ничего не делал будем заниматься дальше машинками